Всем привет! Меня зовут Демфира. Добро пожаловать на мой канал, на канал Z Handmade. Это первая часть видео мастер-класса по вязанию Санта Клауса. Данная игрушка получается ростом 35 сантиметров. И я вам сейчас расскажу, что для вязания данной игрушки нам понадобится. Итак, для вязания Санта Клауса я использовала 4 вида пряжи. Основная это Gimalaya Dolphin Baby плюшевая и плюшевая пряжа нам понадобится трех цветов. Для вязания первого Санта Клауса я использовала тепло-красный цвет под номером 80318. На этот раз я хочу вязать более таким темным оттенком красного, больше холодного цвета. Это 80352. Далее нам понадобится цвет кожи для игрушки. На этот раз я использовала 80333, но вот с 80352 лучше использовать пудру цвета 80353. Так, сейчас посмотрим. Да, не напутала. Вот такой вот пудровый цвет хорошо будет сочетаться вот с этим цветом 80352, так как они оба такие вот с холодным оттенком. Этот более теплый, но так как не было в магазине 80353, поэтому я и на этот раз тоже буду использовать 80333. И понадобится еще немного черного цвета плюшевая пряжа гималая долфин бэби. Далее нам понадобится ворсистая пряжа для бороды. Я использовала ализе софти. Ее можно заменить гималая тофи бэби. Далее нам понадобится для обвязки края это в виде меха. Я использовала вот такую вот новую для себя пряжу Panda от производителя Aldemir. Это стопроцентная микрофибра. Очень приятная, очень нежная такая и с ней хорошо вязать. И для пряжки ремня я использовала полухлопок картапу желтого цвета. Больше всего ушло красного цвета на вязание Санта Клауса и ушло у меня чуть меньше одного моточка. Остался такой совсем маленький клубочек. И остальное тоже все по чуть-чуть. Далее нам понадобятся крючки. Основной крючок я вяжу крючком номер пять, когда вяжу изделие из плюшевой пряжи. Вы же подбираете под свою технику вязания, под свой способ вязания. Об этом я подробно говорю в своем коротком видео. Два способа вязания плюшевой пряжи. Если кто его не смотрел, то перед вязанием обязательно рекомендую посмотреть его. Ссылочку на него я оставлю в описании под этим видео. Итак, основной крючок номер пять и вспомогательный крючок у меня это два размером два это такой вот помощничек. Далее нам понадобятся глазки черненькие глазки размер 10 миллиметров на безопасном креплении. Далее нам понадобятся вот такие вот очки без дужек. В принципе можно и с дужками, если не найдете без дужек. Далее в длину эти очки у меня пять с половиной сантиметров. Далее нам понадобится швейная игла и швейная нить. Ею мы будем пришивать колпак голове игрушки, фиксировать будем очки и пряжку от ремня тоже мы будем в уголочках пришивать, чтобы она не оттопыривалась. Далее нам понадобятся маркеры для отметки рядов, ножницы и наполнитель. Итак, давайте приступим к вязанию. Начнем наше вязание с вязание ручек. Берем плюшевую пряжу красного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли 1 2 во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида 1 2 и 6. В следующем ряду вяжем 1 столбик без накида далее вяжем 1 прибавку провязываем в 1 петлю 2 столбика без накида далее вяжем 1 столбик без накида еще одна при бабочка и еще один раз повторим 1 столбик без накида и 1 прибавка следующий ряд вяжем без изменения 9 столбиков без накида провязали вот этот вот хвостик зафиксируйте узелочком на любой стеночке любой подходящей петли чтобы он процессе игры с игрушкой через вот эту вот серединную дырочку чтобы он не вылез и так далее по желанию можно сейчас отметить новый ряд маркером я этого делать не буду я буду вести просто счет и так начинаем с нового ряда и вяжем первую петлю 3 столбика без накида 2 2 столбик без накида в ту же петлю и 3 столбик без накида в ту же петлю далее до конца ряда вяжем 8 столбиков без накида 2 3 и 8 далее начинается новый ряд вяжем 1 столбик без накида далее вяжем одну прибавку провязываем в одну петлю 2 столбика без накида и до конца ряда вяжем 9 столбиков без накида 1 2 3 и 9 далее следующий ряд вяжем 1 столбик без накида и одну у бабочку провязываем две петли вместе за передние стеночки и до конца ряда вяжем 9 столбиков без накида 1 2 3 и 9 далее следующем ряду вяжем 2 у бабочки подряд 1 палочка и 2 палочка и до конца ряда вяжем 7 столбиков без накида 2 3 и 7 в этом ряду у нас получилось 9 петель следующий ряд вяжем без изменения 9 столбиков без накида 2 3 4 9 следующий ряд вяжем 8 столбиков без накида и в конце сделаем одну при бабочку но этот ряд мы провяжем за задние стеночки каждой петли и так вяжем сначала 8 столбиков без накида за заднюю стеночку каждой петли 2 3 4 8 и вот следующая последняя у нас петля за стеночку последней петли мы провяжем 2 столбика без накида сделаем при бабочку и так в этом ряду у нас получилось 10 столбиков без накида теперь вот здесь я отмечу себе маркера и далее наполним наполнителем ручку наполняем след средней плотности и как обычно во всех игрушках ручки наполняем наполнителем не до конца последние 45 рядов не заполняем наполнителем чтобы ручка более-менее прилегала к туловищу чтобы не оттопыривалась в сторону и вот побольше толкаем наполнителя вот в эту часть там где вот идет как бы такое легкое напоминание на пальчик так вот достаточно и пока наполнителем дальше не заполняем вяжем 10 рядов без изменения в каждом ряду по 10 столбиков без накида после этого сделаем здесь вот обвязку белой пряжей ворсистой подмех и потом уже наполним потому что так обвязку будет делать удобнее и так далее вяжем 10 рядов без изменения в каждом ряду по 10 столбиков без накида провязали далее сделаем обвязку берем пряжу для обвязки ручку я держу вот этим нижним краем наверх и обвязку делаю крючком основным далее находим тот ряд там где мы вязали за задние стеночки подхватываем так это будет смотреть у нас пальчиком вперед значит лучше мы сделаем начнем вот отсюда чтобы это у нас смотрела назад так подхватываем заднюю стеночку протягиваю нашу рабочую не делаем соединительную петлю и обвязку края обвязку делаем столбиками с одним накидом и так делаем накид и в каждую стеночку петли провязываем по одному столбику с одним накидом нить рабочую сильно не натягивайте лучше вязать по слабею так будут столбики пышнее провязали дошли до начала обвязки делаем здесь соединительную петлю ниточку протягиваем и отрезаем ее оставляя небольшой хвостик и теперь вот эти вот два хвостика между собой завязываем на узелочки и прячем во внутрь вязания до заполним наполнителя наполним вот эту вот часть а эта часть у нас останется незаполненной далее складываем наше вязание пополам и вот эти вот два ряда провязываем вместе четырьмя столбиками без накида 1 2 3 последний столбик я буду провязывать крючком меньшего размера вспомогательным крючком чтобы он был более аккуратным на конце у нас остались три петли сначала протягиваем рабочую нить через вот эти две петельки и вот крайнюю петлю заводим крючок сверху выводим сбоку подтягиваем рабочую нить на крючке у нас три петли провязываем их вместе провязали ниточку протягиваем оставляя небольшой хвостик этот хвостик отрезаем ниточку и этот хвостик прячем во внутрь вязания одна ручка у нас готова вторую ручку вяжем точно так же вяжем ножки берем плюшевую пряжу черного цвета основной крючок и набираем 7 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 7 и теперь в обратную сторону по цепочке начиная со второй петли от крючка вяжем 5 столбиков без накида 1 2 5 последнюю петлю вяжем 3 столбика без накида 1 столбик без накида в ту же петлю второй столбик без накида и в ту же петлю 3 столбик без накида далее вяжем 5 столбиков без накида 1 2 и 5 далее то тут осталось стеночка петелечки и в нее тоже провязываем 3 столбика без накида 1 туда же второй столбик без накида и туда же 3 столбик без накида далее берем маркер и отмечаем новый ряд следующем ряду вяжем 5 столбиков без накида теперь уже мы тут вяжем за обе стеночки каждой петли 1 2 3 4 5 далее вяжем 3 при бабочки подряд провязываем в одну петлю по 2 столбика без накида и повторим так три раза далее вяжем 6 столбиков без накида 1 2 6 далее вяжем 1 прибавку и 1 столбик без накида отмечаем новый ряд в этом ряду у нас получилось 20 петель следующий ряд вяжем 20 столбиков без накида за заднюю стеночку каждой петли провязали следующие два ряда вяжем без изменения в каждом ряду по 20 столбиков без накида сюда решила положить свою деревянную лейбочку так как зеркальная надпись дихан мая поломалась я мужу заказала пока она еще новая не готова решила положить вот эту штучку провязали новый ряд отметили далее вяжем 4 столбика без накида 1 1 2 3 4 далее вяжем 1 убавку провязываем 2 петли вместе за передней стеночки далее вяжем 1 столбик без накида 1 убавка 1 столбик без накида и еще одна у бабочка и до конца ряда вяжем 8 столбиков без накида 2 2 3 4 5 6 7 8 отмечаем новый ряд вяжем 4 столбика без накида 1 1 2 2 3 4 далее вяжем 1 убавку 1 столбик без накида 1 убавка 1 убавка далее 5 столбиков без накида 1 2 3 4 5 1 убавка 1 столбик без накида отмечаем новый ряд вяжем 3 столбика без накида 1 2 3 далее вяжем 3 у бабочки подряд первая убавка 2 убавка и 3 убавка до конца ряда вяжем 5 столбиков без накида 2 3 4 5 отмечаем новый ряд далее вяжем 10 столбиков без накида и в конце сделаем одну при бабочку 3 4 5 10 и 1 прибавка в этом ряду у нас должно получиться 12 петель следующие три ряда вяжем без изменения в каждом ряду по 12 столбиков без накида и последний столбик 3 ряда не довязываем его до конца на нем мы будем менять цвет пряжи на красный провязали последний столбик без накида не довязываем берем плюшевую пряжу красного цвета и до вяжем этот столбик новый ряд отмечаем и следующий ряд вяжем 12 столбиков без накида за задние стеночки каждой петли провязали ненужные ниточки отрезаем и завязанных на узелочки и прячем во внутрь вязания далее вяжем 5 столбиков без накида 1 2 3 4 5 далее делаем одну при бабочку и еще раз повторим 5 столбиков без накида плюс 1 прибавка и в этом ряду у нас должно получиться 14 петель отмечаем новый ряд следующие два ряда вяжем без изменения в каждом ряду по 14 столбиков без накида провязали но ряд отметили вяжем 4 столбика без накида 1 2 3 4 слегка вытягиваем так петельку и ниточку отрезаем я отрезать не буду так как это у меня вторая ножка а просто продолжу вязание по 2 ножки нужно будет провязать не 4 столбика без накида а 10 я продолжаю 5 6 7 8 9 10 и пока присоединение не буду делать так как нам нужно сделать обвязку и наполнить наполнителем для начала сделаем обвязку берем пряжу для обвязки основной крючок и обвязку делаем держа ножку нижним краем вниз и начнем с задней стороны там где у нас были переходы цветов и точно так же как на ручке подхватываем рабочую нить подтягиваем ее фиксируем соединительной петлей и делаем обвязку столбиками с одним накидом я не сказала но думаю тут и так понятно что обвязку делаем за передние стеночки которые у нас остались свободными там где мы вязали ряд за задние стеночки и так сделали обвязку заканчиваем соединительной петлей ниточку протягиваем и отрезаем ее оставляя небольшой хвостик и вот эти вот хвостики можно протянуть на внутреннюю сторону через столбик друг от друга и с внутренней стороны зафиксировать на узелочек наполним ножку наполнителем далее всю игрушку наполняем уже достаточно плотно но в то же время не устаю повторять соблюдаем меру чтобы игрушка игрушка у нас не получилось тяжелой и каменной теперь сделаем присоединение двух ножек для начала провяжем 4 воздушные петли 1 2 3 4 далее подхватываем петлю на первой ножки протягиваем рабочую нить в начале ряда скажем так вот по ножке уже вот это вот петля 1 через нее протянули рабочую нить на крючке у нас три петли провязываем их вместе и на эту петельку я повешу маркер потому что я ее постоянно теряю так это первая петля из 10 которых нам нужно будет провязать до конца ряда вяжем вторую второй столбик без накида 3 4 5 6 7 8 9 10 и вот этот вот маркер который был на первой ножке это и будет начало нового ряда маркер у второй ножки мы можем уже снять он нам не понадобится вот эту вот ниточку 1 ножки зафиксируем на узелочек на любой стеночки подходящей петли продолжим вязание вяжем 1 столбик без накида далее вяжем 1 прибавку далее вяжем 2 столбика без накида далее будем вязать по цепочки здесь вот под цепочкой заведем крючок и протянем рабочую нить далее подхватим стеночку петли на цепочки это будет первая петелечка и вот у нас на крючке 3 петли их мы провязываем вместе вяжем так для того чтобы при наполнении наполнителем вот вместе соединения не образовалась дырочкой далее вяжем цепочки второй столбик без накида третий столбик без накида и четвертый столбик без накида вяжем также протягиваем сначала рабочую нить сквозь стеночку 4 петли дальше оттуда откуда у нас поднималась цепочка из воздушных петель заводим крючок у основания вытягиваем рабочую нить на петле у нас ой на крючке у нас 3 петли провязываем их вместе это тоже для того чтобы здесь не было дырочки при наполнении наполнителем далее вяжем по ножке 2 столбика без накида 1 2 далее 1 при бабочка далее вяжем 11 столбиков без накида 1 2 3 11 и вместе соединения там где у нас были 4 воздушные петли здесь мы провяжем 4 при бабочки подряд провяжем за каждую стеночку петли по 2 столбика без накида и так 4 раза и до конца ряда вяжем 10 столбиков без накида вот этот марта я сниму я уже поняла где мы это петелечка 2 3 4 и 10 отмечаем новый ряд в этом ряду у нас должно получиться 42 петли следующие 6 рядов вяжем без изменения в каждом ряду по 42 столбика без накида и продолжим наше вязание уже в следующей части поэтому кто не подписан на мой канал предлагаю подписаться нажать на колокольчик чтобы не пропустить вторую часть видео мастер-класса по вязание санта-клауса всем спасибо большое за вязание вместе со мной всем пока пока